Привет, ребята! Привет! Как-то его схватило! Так, у меня такой вопрос. Что бы вы сделали, если бы на 8 марта проснулись с девушками? Вы знаете, я бы пошел в баню. С мужиками? Женскую. С мужиками. Нет, на самом деле, это такой прикольный вопрос. Есть же фильм такой, когда поменялись телами. Интересно, это на день или навсегда? На день, именно на 8 марта. А, на день, тогда я отжигал бы по полной вообще. Вообще по полной бы. Прям отпраздновал бы, ну я не знаю, а как? Я бы зашел в хорошее кафе, увидел бы там одинокого парня и сказал бы, дружище, ты что, одинок? Он говорит, нет, нет, замолчи. Сейчас моя игра, ты одинок. Ну не знаю, но я как бы... Нет, ну здесь куча проблем, ты понимаешь? Подружек у тебя нет, ты же был парнем. А я проснулся совершеннолетней девушкой, это очень важно? Да. Да? Тогда... В возрасте только девушка. Тогда я к чему спросил, тогда могу сесть за руль. И поехать. А права? У меня есть права. На девушку. А я бы быстро сфоткался бы, селфи распечатал на принтере, переклеил бы фотку и поехал бы... О, еще важно, какой девушке проснулся, блондинка, брюнетка или рыжая, это тоже очень важно. Здесь слишком много деталей. Подруг, слишком много деталей. Ну, хочется пережить, наверное, многое, что переживает девушка в своей жизни. Можно сходить на апелляцию, например. Ну так, чтобы понять. Понять женский... Боль. Не боль, а их логику, понимаешь? А зачем они делают апелляцию? А логика зависит от действий, понимаешь? От того, что с ними происходит каждый день. Смотрю, что интересно. Я придумал, что бы я сделал. Я бы нашел какое-нибудь сообщество ученых, приехал бы и объяснил им, что я вот девушка на один день стал девушкой, а я мужчина вообще. Где мой миллион долларов? Они же платят за какие-то там дела. Родить я бы не успел, потому что если мужчина родит, ему же заплатят там... Успел бы забеременеть. Да, да. Успел бы забеременеть? Да. И родил бы мужчиной. А дальше и получил бы... Фу, какая мерзость, скажу я вам, друзья. Нет, на самом деле я бы ничего особо не стал менять. Единственное, показал бы близким, что вот, посмотрите, такая вот коллаборация. В общем, лучше оставаться в своих телах, при своих мыслях и при своих чувствах. Да. А вот скажите честно, только вот прям честно, месть будет на 8 марта с подарками в театре? А мне, например, не надо мстить, потому что моя жена сделала мне замечательный подарок. Мне мстить... Я давно уже объяснил и стараюсь всем объяснять. Если подходить творчески к вопросу подарка, не обязательно, не знаю, там, дарить что-то дорогое. Лучше сделать что-то своими руками, открытку элементарную какую-то, красивую. Напиши пару слов от себя, это будет гораздо приятнее, нежели носки и дезодорант. Замечательные подарки у меня были и на 14 февраля, и на 23 февраля. И здесь не мстить придется, здесь придется, знаете ли, вообще как-то раскрыться по-новому, потому что она уже нас потеряла глазами, она уже там у другого человека берет интервью. Я просто вижу плохо. Прощаемся. Да, все, спасибо большое. Спасибо. Можно фотографии с Фелла? Фоткой. Спасибо. Спасибо.